Всем привет! С вами Италий Мещуковский. Мы снова что-то делаем в фотошопе и сегодня мы будем делать абстрактные крутые штуки. Все это очень просто и очень легко сделать в фотошопе и данный метод пригодится вам для создания постеров, рекламы, обложек для музыкальных альбомов, да в общем для чего угодно. Самое главное понять принцип. Я взял фотографию цветного дыма, их в интернете куча, можете взять любой. Главное, чтобы здесь было побольше цветов и поинтереснее картинка. Далее мы идем с вами вкладочку 3d, выбираем новая сетка из слоя, карта глубины и выбираем плоскость и ждем пока фотошоп сделает свою магию. Наша картиночка уже изменилась, переключим здесь вид и повернем ее. Как вы видите наш дым теперь превратился вот такую прикольную штукенцию. Выбираем нужный нам угол и теперь уже приближаем или отдаляем нашу картинку, выставляя ее в нужном ракурсе. Для этого переключаемся просто между ползунками, точнее не между ползунками, а между инструментами перемещения в 3d. Так, еще приблизимся, пускай будет вот такой. Здесь главное сделать какой-то абстрактный эффект, а дальше мы его добьем. Переключаемся на вкладочку слои, создаем новый корректирующий слой цвет, черного цвета, помещаем в самый низ, для того чтобы закрыть вот эту нашу дырочку, которая здесь образовалась. Теперь двойной клик по цвету, подбираем оттенок клика вот сюда и у нас получился зачетный переход. Далее выше нашего 3d слоя создаем корректирующий слой кривые, добавляем сюда контраста. Так, прикольненько. Дальше корректирующий слой цветовой тон насыщенность, но это уже так побаловаться. Можем немножечко сюда сместить, сделать его более ярким, таким красным. Вот. Вот такой вот прикольный у нас получился необыкновенный эффект. Ну а теперь дальше сюда мы накинем что-нибудь, чтобы получилось ну а-ля какой-то баннер, постер. Рисуем здесь прямоугольник, заливку мы выключим, обводку поставим белой, толщину, я думаю, чуть поменьше, где-то пикселя 3. Будет достаточно. Создаем новый слой, выбираем инструмент текст, шрифт не имеет значения, пишем слово абстракт. Абстракция. Разгоняем его. Теперь цветом оставим белым. Вкладочка символы. Увеличим его трекинг. Ну а теперь поиграемся с размерами. Вернемся к нашему прямоугольнику. Накинем на него слой маску. И при помощи инструмента кисть сотрем некоторые участки, чтобы у нас получился эффект прохождения через прямоугольник. Хочу сразу заметить, что чем качественнее будут фотографии, тем лучше получится данный эффект. Чем хуже фотография, тем соответственно фотошоп их хуже обработает. Как видите, у меня фотография не самого лучшего качества. Поэтому есть вот такие вот прям битые пиксели. Но все из-за того, что я просто взял самую маленькую картинку. Для чего? Для того, чтобы просто быстрее показать. Чем больше картинка, тем дольше фотошоп будет обрабатывать. Может даже подвиснуть, поскольку я еще параллельное видео пишу. Поэтому в данном случае я воспользовался не очень хорошим изображением. Ну а вы уже не поленитесь. Возьмите хорошего качества картинку и получите очень-очень крутой эффект. И дальше он вам, надеюсь, очень даже пригодится. Ну вот как-то так. Добавили сюда динамики и у нас получилось вот такое вот интересное абстрактное изображение. Данную технику, как видите, она очень простая. Можно использовать для создания очень крутых постеров, баннеров, да чего угодно. Посидите, поэкспериментируйте, потренируйтесь, возьмите разные изображения. И у вас будет просто необыкновенный экспириенс, который вам пригодится. Если это видео вам понравилось, не забываем поставить лайк и написать об этом в комментариях. В описании под видео ссылки на полезные видео уроки, а также ссылки на соцсети. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего происходящего на канале. Ну а с вами был Виталий Мечуковский и мы встретимся в следующих видео. Всем пока!